Что такое снег? Что ставить на новогодний стол? Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Елизавета Газизянова. В кабинете министров Республики Татарстан состоялся брифинг о присвоении астрономическим обсерваториям КФУ статуса объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. В нем приняли участие депутат Государственной Думы Российской Федерации Татьяна Ларионова, министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова и заместитель директора по научной деятельности Института международных отношений Казанского федерального университета Рафаэль Валеев, который рассказал о четырех ключевых этапах работы по включению астрономических обсерваторий Казанского университета в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Из природного наследия ЮНЕСКО внесено 1199 объектов из 168 стран. От России в него вошли 32 различных объекта. По их количеству наша страна занимает девятое место. Татарстан находится в российском списке на первом месте и представлен четырьмя объектами. Казанский Кремль, Болгар, Свиярск и обсерватории Казанского федерального университета. Дело в том, что мы проводили сравнительный анализ. Представьте, 500 оптических обсерваторий. Они нас просят за месяц сделать вот такой сравнительный анализ всех 500. Возможно? Нет. Но, тем не менее, мы провели такой сравнительный анализ 60 оптических обсерваторий в мире, в Европе, в Америке, в других странах. И эта работа помогла нам показать, в чем же его уникальность, в чем его значение, в мировое значение, естественно, эта работа будет продолжаться, потому что по тем методологическим, научным требованиям, которые нужно, там целый ряд, это порядка 15 фунтов, когда можно, нужно будет сравнить. В малом зале культурно-спортивного комплекса «Уникс» прошел новогодний концерт для иностранных студентов подготовительного факультета Казанского федерального университета. На встрече присутствовал проректор по внешним связям Тимирхан Алишев, который от всей души поблагодарил каждого присутствующего и поздравил с наступающим праздником. Он пожелал каждому студенту счастья, здоровья и успехов в учебе, а также воплощения творческих успехов и начинаний. Нам очень важно, чтобы когда вы приехали в Россию, у вас была в том числе возможность узнать российскую культуру, кроме того, что вы выучите русский язык, наши традиции, особенности, обычаи. И такое совместное празднование Нового года – это одна из традиций здесь, в России. Обычно Новый год празднуют в семейном кругу, с семьей, с близкими. У вас, большинства из вас, такой возможности не будет. Поэтому мы проводим вот это мероприятие в том числе, для того, чтобы вы все вместе, уже близким кругом подготовительного факультета, могли обменяться какими-то идеями, мыслями, добрыми пожеланиями. Новогодние праздники – это повод провести время с семьей и близкими, ощутить на себе все прелести приближающегося 2024 года, а также порадовать себя блюдами, которые в повседневной жизни готовят очень редко. О том, как после праздников не оказаться в больнице, расскажем в следующем сюжете. Новогодние застолья – источник больших соблазнов. Множество блюд и закусок, напитков и салатов, которые не привлекают только самых стойких. В результате многие из нас уже 1 января и все оставшиеся выходные дни ощущают на себе тяжелые последствия неконтролируемого питания. Следует отметить, что такая практика не редкость, и чаще всего именно новогодние застолья становятся причиной встречи праздника в больнице. Как утверждают эксперты, единственно верным решением в этой ситуации станет понимание основных причин и последствий переедания и изменения своего отношения к еде. Если переедание все-таки случилось, необходимо следовать простым инструкциям, которые помогут в борьбе с последствиями неконтролируемого приема пищи за новогодним столом. После того, как вы переели, ни в коем случае не рекомендуется в течение двух часов ложиться, потому что также это способствует рефлюксу, потому что при горизонтальном положении, при также ношении каких-то тугих поясов, бандажей, то есть это тоже все способствует давлению повышенному и тоже может провоцировать рефлюкс. Следует отметить, что переедание как заболевание может серьезно влиять на здоровье и стать катализатором множества болезней. Если этот случай единичный, то переживать не стоит. Однако, если вы начинаете понимать, что такое происходит регулярно, стоит задуматься и незамедлительно обратиться к врачу-гастроэнтерологу. Он поможет составить правильный рацион питания и предотвратить последствия, к которым может провести неконтролируемое переедание. Чаще всего это сразу можно понять, если есть лишний вес. То есть там я сразу рассчитываю индекс массы тела, соотношение роста к весу. Вот, если, например, больше 30, то это уже точно ожирение. Вот, килограмм на массу тела в квадрате. Вот, также рекомендуется измерять окружность живота у мужчин. Мужчин должно быть, если больше 102 у мужчин и больше 80 у женщин, то тоже это уже признак того, что избыток висцерального жира, то есть наружного. Таким образом, новогодний стол одновременно и друг, и враг человеческому организму. Майонезные салаты, обилие закусок и напитков способны соблазнить любого, а затем стать причиной тяжелого состояния, купировать которое непросто. Это значит, что употреблять еду в новогоднюю ночь следует осторожно, не заставляя себя есть больше, чем захочется. Ведь впереди целых 10 дней, во время которых можно размеренно и с наслаждением съесть все свои самые любимые блюда. Елизавета Газизянова, Софья Чугунова, Хафиз Гараев, Универ Новости. Каждый из нас хотя бы раз в жизни лепил снеговика, снежную бабу или просто играл в снежки. Но забава не всегда удавалась из-за рыхлого снега, который никак не держал форму. Отчего зависит плотность и липкость снега, и благодаря каким процессам образуется снежный покров, узнаете в следующем сюжете. Снег – это форма атмосферных осадков, состоящая из мелких кристаллов льда. Их формирование начинается в атмосфере, когда водяной пар конденсируется на микроскопических частицах пыли или других ядрах, образует центры кристаллизации. По мере подъема и охлаждения влаги эти центры роста слипаются и превращаются в кристаллы, которые падают на Землю в виде снега. Его форма и структура зависят от многих факторов, включая температуру, влажность, атмосферное давление и скорость ветра. Каждая снежинка – это красивое создание природы, шестилучевая звезда. А почему шестилучевая? Дело в том, что все окружающие нас предметы состоят из отдельных молекул, точно так же и снежинки состоят из множества отдельных молекул, которые, соединяясь между собой, образуют красивые такие создания, кристаллы. Как же образуются снежинки на самом деле? Капельки воды, испаряясь с поверхности морей и океанов, поднимаются в небо. Там они притягиваются к частичкам пыли и под воздействием низких температур замерзают. Кристаллики льда при этом размером всего в одну десятую миллиметра. Но по пути к Земле они растут из-за того, что им встречаются участки облаков, имеющие разную температуру и влажность, благодаря чему снежинки приобретают разные геометрические формы. Ученые утверждают, что снежных кристаллов по форме бывает четыре. Простейшая форма – длинные игольчатые кристаллы. Все остальные типы имеют шесть сторон. Наглядной моделью кристаллического строения льда вот среди множества кристаллов вот здесь вот есть кристаллы льда. Вот посмотрите, пожалуйста. Вот здесь вы видите, что эта модель стоит и множество красных и белых шариков. Вот один белый шарик и два красных шарика, вот эти пары их, это есть не что иное, как молекулы воды. Это атом кислорода, связан с двумя атомами водорода. Вот еще такой же. Липкость или рыхлость снега зависят от влажности. Именно вода служит связующим компонентом и скрепляет снежинки друг с другом. Лепится снег при плюсовых температурах около 0 градусов. А вот в морозы вода застывает, поэтому сделать что-то из него не получается. Но если принести снег с мороза в дом, то он снова станет липким, а потом растает. Кристаллическая структура снега представляет собой шестилучевую звезду. Вот если взять одну отдельную такую ячейку, кристаллическую ячейку, если эта кристаллическая ячейка будет расти от каждого угла этого шестиграника, то образуется шестилучевая звезда, которая представляет собой структуру снежинок. И вот эти снежинки образуются в верхних слоях атмосферы. Наблюдение за снежным покровом проводится на метеорологических станциях. Там определяется его наличие, степень покрытия и мокрестности станции и измерение его высоты и плотности. Чтобы точно фиксировать количество осадков и избежать разночтений, выпавший снег измеряется в жидком состоянии. Его размещают в осадкомер, растапливают и выливают в осадкомерный стакан, получая эквивалент. Сколько бы это было, если бы шел дождь? В зимнее время осадки прогнозировать, конечно, проще. В силу того, что здесь ведущая роль циркуляции и менее значимая роль местная. Ну, то есть, если у нас в летнее время, например, осадки часто, при локальной осадке часто выдаются близ таких крупных испарительных, близ водоемов, водохранилищ, то в зимнее время мы можем от свежей траектории циклонов в фронты. И, исходя из того, на каком участке фронта и в каком области циклона мы окажемся, у нас выпадает то или иное количество осадков. Снег также влияет на климатические условия. Белый свет отражает солнечное излучение, что снижает его поглощение. Еще он может служить преградой для ветра и создавать микроклимат вокруг себя. Однако снег не всегда безобиден. Излишне тяжелый снег может вызвать обрушение крыш и деревьев, поэтому стоит всегда оставаться на чеку. Кристина Отекина, Николай Суховский, Аделя Файзулина, Универ Новости. Новый год – один из самых любимых праздников для детей. В это волшебное время они с нетерпением ждут Деда Мороза и его внучку Снегурочку. Верят в чудеса и загадывают самые заветные желания. В детском саду Казанского федерального университета для детей с расстройствами аутистического спектра «Мы вместе» прошел утренник, на котором ребята смогли не только встретиться со своими любимыми сказочными персонажами, но и отправиться в увлекательное путешествие по миру магии. На торжестве также присутствовала проректор по образовательной деятельности КФУ Екатерина Турилова. Она поблагодарила всех сотрудников детского сада, родителей и ребят, которые помогли в проведении праздника для малышей. Очень приятно, что утренники проходят так же, как в любом другом детском саду, что ребятки наши радуются тому, что можно вместе с Дедом Морозом поводить хоровод вокруг елочки. И я очень благодарна и нашим коллегам, работающим в детском саду, и родителям, которые работают вместе с нашими коллегами, за то, что такой праздник у ребят возможен. Хотелось бы выразить огромную благодарность всем тем участникам, кто принял участие в нашей благотворительной акции «Елка желаний». И от лица всех воспитанников детского сада я выражаю огромную благодарность и желаю счастливого Нового года. Мы от своей семьи хотим сказать большое спасибо институту, садику, за руководству, за наш садик, за то, что дети имеют возможность ходить в такой замечательный садик. Такие замечательные у нас преподаватели, они очень много дают нашим деткам. И также хотим сказать большое спасибо за этот замечательный утренник. Мой ребенок был очень доволен Деду Морозу. Для него это все относительно новое еще. Мы только-только начинаем ходить на утренники. Для него очень было приятно. Спасибо большое за подарки. Подарки были замечательные. Ребенок просто счастлив. Казанский федеральный университет совместно с Министерством образования и науки Республики Татарстан проводит Олимпиаду по химии и химическим технологиям потомки Менделеева для учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений России и зарубежья. Победители получат 100 тысяч рублей, а призеры по 30. Олимпиада пройдет в два этапа. Отборочный в заочном формате и заключительный очный. Желающим поучаствовать необходимо с 1 декабря по 10 января зарегистрироваться в личном кабинете Буду студентам КФУ, чтобы подать заявку. В Институте психологии образования Казанского университета прошла новогодняя елка для детей сотрудников. Увлекательная программа мероприятия дала ребятам возможность окунуться с головой в новогоднюю сказку. Открыл праздник директор и ПИО Айдар Калимуллин. Он поздравил с наступающим торжеством маленьких гостей и их родителей. Организация представлений полностью легла на плечи студентов института, которые вышли к ребятам в ампла уже знакомых героев – баба Егейки, Кимры и Лешева. Конечно, не обошлось и без Деда Мороза и его внучки Снегурочки. Помимо сценок, программа сопровождалась вокальными и танцевальными номерами от учащихся института. В завершении вечера малыши традиционно рассказали стихотворение и получили за это сладкий подарок. Также гости посетили различные мастер-классы, где можно было порисовать, надуть мыльные пузыри и сделать фигурки из воздушных шаров. На этом все. В студии была Елизавета Газизянова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова